Всем привет! Сегодня я буду делать детскую развивающую игрушку из фетра. И заказала я аж целых три набора фетра от бренда Astra & Craft. В одном наборе все цвета, которые мне нужны, к сожалению, не собрались, поэтому пришлось заказывать несколько. Два набора у меня это мягкий фетр толщиной 3 мм и один набор из четырех листов толщиной 1 мм тоже мягкий. Все ссылочки, как обычно, оставлю в описании для вас. Фетр по качеству мне понравился, цвета яркие, красивые, структура однородная, без проплешин. Вообще фетр и картон, пожалуй, два самых простых и бюджетных материала, из которых можно сделать очень много разнообразных игрушек. Для своей задумки в тетради я набросала рисунки, которые буду использовать как трафареты. Все фигуры здесь достаточно простые, можно и сразу рисовать на фетре, но мне удобнее работать с трафаретами. Аккуратно вырезаю все детали и можно их переводить на фетр. Контур рисунка обвожу при помощи ручки с термоисчезающими чернилами. Для фетра это очень удобный вариант, она хорошо на нем рисует и ее очень легко потом удалить. Расход фетра получается достаточно небольшой, поэтому его хватит еще на несколько игрушек. При помощи острых ножниц вырезаю все детали по контуру. Ничего страшного, если на срезе остаются следы ручки, это все потом очень легко удалить при помощи утюга. Вот такой набор деталей у меня в итоге получился. Игрушка у меня будет двухсторонней, поэтому мне понадобилось два комплекта деталей. Тонкий фетр я использовала для того, чтобы добавить некоторые мелкие детали. Чтобы было проще сшивать детали, мягкий фетр фиксирую на небольшое количество клея карандаша. Все детали по кругу я обшиваю специальным обмёточным швом. Его очень часто использую для изделий из фетра. Так детали не будут деформироваться и прослужат дольше. Мелкие детали пришиваю просто при помощи поперечных стежков. Для тех, кто не любит шить вручную, все эти швы можно сделать на швейной машинке. Получается вот такая аккуратная и прочная деталь. Таким образом я обрабатываю все вырезанные детали. Поскольку играть со всем этим будет маленький ребёнок, лишняя прочность игрушки точно не помешает. Я уже закончила обрабатывать все детали и сейчас покажу вам кое-что интересное. Вот такие липучки на клеевом слое я заказала на Озоне. Производитель уверяет, что клеевой слой очень хорошо держится даже на ткани. Я такие липучки никогда не использовала и всегда пришивала самые обычные. Но мне стало интересно, давайте вместе посмотрим, как это будет работать. Часть липучки с зацепами я приклеиваю к одной из своих деталей. Липучку я просто немного прижала пальцами и она приклеилась, на удивление, достаточно крепко. Фетр очень мягкий материал, поэтому липучка за него прекрасно цепляется и без второй своей части. Но всё же в целях эксперимента посмотрим, как будет работать вторая часть липучки. Мягкую часть липучки приклеиваю точно так же, просто прижимая к фетру. И теперь проверим на отрыв. В целом могу сказать, что меня прям удивило качество клея, потому что даже при резких рывках липучка не отходит от деталей. Но мне же, конечно, стало интересно и я решила попробовать её просто оторвать от фетра. В общем, я не знаю, что за клей они там используют, но оторвать её практически нереально. Тест проверка пройдена удачно, поэтому приклеиваю липучку с крючками ко всем деталям своей поделки. Для более крупных деталей я использовала 2 или 3 липучки, для мелких хватит и одной. Утюгом на средней температуре убираю все следы от ручки. Вот видите, здесь по краю идёт серый цвет. При помощи нехитрых манипуляций с утюгом все следы от ручки исчезают бесследно. Вот видите, не осталось никаких следов. На целом листе фетра я обвожу фигуру кота по контуру. Хочу сделать там пунктирные линии, чтобы ребёнку было проще собирать фигуру. Небольшие детали я дорисовываю акриловыми красками по ткани. Можно это сделать и при помощи толстых ниток или пряжи. Нос я тоже подкрашиваю розовой акриловой краской. По контуру рисунка акриловыми красками я рисую небольшие пунктирные линии. Проще всего кистью не рисовать, а прямо прижимать её к ткани. Ну вот мы уже переходим к финальной части. У меня две вот таких детали. Это две стороны игрушки соответственно. Теперь мне нужно сшить их между собой, чтобы игрушка получилась цельной. Но поскольку фетр у меня мягкий и играть так будет неудобно, в середину я решила добавить лист переплётного картона. Так основа станет достаточно жёсткой. Приклеиваю фетр к картону при помощи клея карандаш. Лист картона у меня меньше листа фетра на 5 мм с каждой стороны. Это необходимо для того, чтобы можно было сшить детали между собой по кругу. Вот такая досочка у меня в итоге получилась. Теперь осталось только добавить строчку по всему периметру. Здесь ничего нового. Обшиваю при помощи того же обмёточного шва. Но повторюсь, что в целом это можно сделать и при помощи швейной машинки. Я уже закончила обшивать основу и теперь наконец можно размещать все детали игрушки. На одной стороне, как вы уже догадались, у меня будет расположена фигурка кота, которую нужно собрать из деталей. Количество деталей и их размер вы, конечно, определяете сами сообразно возрасту вашего ребёнка. Липучка цепляется к фетру хорошо и детали не отваливаются. На второй части досочки у меня будет картинка в природной тематике. Здесь я контуры специально не рисовала, чтобы ребёнок мог проявить фантазию. Детали очень легко переклеивать с места на место и для этого не нужно прилагать больших усилий. Это, конечно же, будет очень удобно для маленького ребёнка. Вот такая нехитрая развивающая игрушка у меня в итоге получилась. Это вообще не первая развивашка, которую я для ребёнка делаю своими руками, но предыдущие я почему-то не снимала. Напишите мне в комментариях, интересна ли вам такая тематика и нужны ли ещё подобные видео. Ну а на сегодня это всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых идей и до новых встреч! До новых встреч!